Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с событиями, которые произошли к этому часу. Пулеметные очереди и рукопашные схватки на набережной Уладьи. В Самаре отметили день военно-морского флота. Чего изволите, в Самаре капитально отремонтируют более тысячи домов. Сейчас собственники решают, какой ремонт им нужен. Темпы ремонта городских дорог будут ускорены. В этом году работы должны завершиться к началу осени. 2 миллиона рублей – ущерб городского бюджета от незаконных рекламных конструкций. С начала года с улиц Самары убрали 67 счетов. Русская барокко на самарских улицах студент строительного лицея восстанавливает старинные наличники. Дорожный ремонт в Самаре наращивает темпы. По поручению мэра основные работы на городских дорогах должны завершиться к 20 августа. В этом году приведут в порядок 73 дороги. Каждые выходные городские власти проводят контрольные выезды на места дорожного ремонта, проверяют наличие техники, рабочих на местах, выполнены ли запланированный на неделю объем. Результаты обсуждают каждый понедельник на оперативном совещании. Если еще в начале лета работы велись не слишком расторопно, то после проверок темпы значительно ускорились. Также подрядчики задействовали все свои мощности. Работы идут в режиме 7 дней в неделю 24 часа в сутки. Кроме непосредственной укладки асфальта, дорожники впервые в этом году отвечают за содержание придорожной территории. Именно они должны косить траву и собирать мусор на обочинах, пока дорога не сдана городу. До сих пор городская административно-техническая инспекция по благоустройству просто предупреждала подрядчиков о недостатках. Теперь тем, кто их не устранил, грозит штраф. Сейчас подрядчики с непривычной для них работой справляются слабо. На 7 из 23 площадок территория в ненадлежащем состоянии. А потому Олег Фурсов поручил главам районов наладить в этом вопросе совместную работу. 2 миллиона рублей – такой ущерб терпит городской бюджет от незаконных рекламных конструкций. Это и расходный демонтаж, и вывоз таких счетов, и их оснований. С начала года в Самаре убрали 67 рекламных конструкций. Часть денег в бюджете все же возвращается. Счеты сдают на металлолом. А значит, недобросовестные владельцы назад их не получат. Более 300 незаконных рекламных конструкций еще остаются на своих местах. Впрочем, их уберут до конца года. Возвращать деньги в бюджет с помощью штрафов помогает сотрудничество с полицией. По результатам наших обследований выписываем предписания, направляем письма в полицию. Полиция отслеживает и штрафует, если находят собственников, по статье 14.37. Служба различная, сотрудничество, участвует, как и АБЭП, и ГИБДД помогает. Снос незаконных рекламных конструкций входит в перечень работ по подготовке к Мундиалю. Также в Самаре отремонтируют все шесть въездов в город, остановочные павильоны, фасады, реконструируют стелы, обновят информационные знаки и благоустроят газоны. Самара вместе со всей страной отметила День военно-морского флота. Масштабные торжества прошли на набережной Ладьи. Историческая реконструкция боевых действий была организована на самом берегу Волги. В ней приняли участие ветераны и воспитанники военно-патриотических клубов из самых разных городов России. А зрителями стали десятки тысяч жителей и гостей города. Олег Зверев теперь знает, почему военные моряки считают Самару морским городом. Взрывы на песке, пулеметные очереди, рукопашные схватки, масштабная реконструкция боевых действий на берегу Волги. А германская десантная операция, проведенная в августе 44-го года, фактически блокировала снабжение фашистской армии топливом. Тогда на помощь сухопутным войскам пришла морская флотилия. И таким образом Германии был закрыт доступ к румынским нефтяным месторождением. Изучается архивы, изучается, как говорится, хроника, изучается все внимательно это самое. И потом уже строится сценарий. Сразу по окончании реконструкции боевых действий по воде были пущены венки в память о погибших воинах Великой Отечественной и всех других войн. И кульминации праздника, парады военных судов. По Волге прошли катерации СК ВВС и спасательные суда МЧС России. Я скажу, что это люди высочайшей чести, очень мощные, внутренний мир крепкий. И они сегодня отзываются очень тепло непосредственно о том, как их поддерживают и как обеспечивают вход. Наверное, это и есть высочайшая оценка. В Самаре решили не отставать от крупных военно-морских городов. Ведь Волга тоже впадает в Каспийское море. И свои традиции здешние моряки чтят не меньше, чем в Севастополе или Североморске. А этот праздник многие считают своим семейным торжеством. Семья Шепель в день ВМФ приходит ежегодно на набережную в полном составе. Олег Михайлович – ветеран морской авиации. На Черноморском флоте служили также его дед и отец. Сегодня династию уже продолжает старший сын. На подходе младшие. Трудно, но нравится. Поэтому сложилась определенная династия. Я рад, что так получилось. Подрастают еще сыновья. Дай Бог доведется служить на Краснознаменном флоте. Да, ребята? Да. Море еще не видел. Он в Самаре родился. Мы следующий год поедем. Он родился в Самаре, поэтому... Ну, служить я хочу на море. А где? Ну... Где папа? Да, где папа хочу служить. На Черноморском флоте. И таких семей в Самаре немало, ведь единожды отслужив на море, его уже невозможно забыть. А ветераны сегодня ведут работу в военно-патриотических клубах, воспитанники которых также мечтают о море и уже знают морские традиции и все плюсы и минусы службы. Я напомню, что и по сей день одна из атомных подводных лодок нашего флота носит имя нашего города. Несмотря на то, что Самара не имеет прямого выхода к морю, здесь по-настоящему сильны традиции празднования Дня ВМФ. Наши земляки, особенно молодое поколение, должны помнить и чтить героическое прошлое родной земли, знать своих героев. Сегодня очень у всех приподнятое настроение, потому что сегодня здесь собрались ветераны морской пехоты, ветераны ВМФ. Сегодня приехали с разных городов наши друзья. Потому что благодаря правительству Самарской области и личности Николая Ивановича Меркушкина, этот праздник приобрел абсолютно другой формат. Уже четвертый год здесь проходит, собираются тысячи жителей города Самары. И наши товарищи из других регионов уже сказали, что в Самаре это стало культово, мы будем собираться у вас. И в знак особого признания вручение медалей Кубышева в запасная столица. Город внес немалую лепту в разгром фашистской Германии. А столичный статус, которым наделило советское правительство Кубышев в годы войны, документально с Самары еще не снят. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов, События. Как открыть дорогу российскому молоку на мировые рынки? Ответ на этот вопрос ищут участники Всероссийского автопробега. В карте следования Самара, Москва, Саратов и Волгоград. Для старта в этом году выбрана именно Самарская область. За последние несколько лет в регионе отмечают заметное развитие отрасли. Кроме того, именно в Самаре работает Ассоциация производителей скота галштинской породы. И опыт наших фермеров интересен не только российским, но и иностранным производителям. Участники акции посетят крупные молочные предприятия и фермы разных регионов, пообщаются с коллегами и поделятся опытом. Благодаря сложившейся экономической ситуации у местных производителей появилось больше возможностей увеличить долю своей продукции на прилавках магазинов страны. Акция «Дорога молоку» призвана привлечь внимание федеральных и региональных властей к проблемам молочной отрасли. «Необходимо развивать производство молока и сырого, но также органично инвестировать средства в перерабатывающие мощности, которых, к сожалению, не хватает по всей территории России. Третье – необходимо создавать устойчивое развитие бизнеса. Одно крупное производство или пять крупных производств – это для региона большие риски. А сотни мелких и средних производств – это устойчивая конструкция». Если нельзя починить, нужно менять. Фонд капитального ремонта в Самаре направляет в многоквартирные дома предложение по замене и ремонту вышедших из строя систем. Чем быстрее собственники соберутся на общие собрания и подпишут протокол, тем быстрее подрядчики приступят к реальным работам. Марианна Мирная побывала на одном из объектов, в котором в 2017 году будут новые инженерные коммуникации. «Трещины были по чугунным трубам. Все было очень плохо. Насос неспроста здесь стоит. Постоянно откачиваем воду». Трещина в трубе была с ладонь, говорит председатель Совета МКД Дмитрий Губарев. Ее заменили в рамках текущего ремонта, но это временная мера. В подвале, как в бане, влажность превышает все возможные нормы. В этом доме на революционной трубы не ремонтировали больше 30 лет. «Коммуникации пришли в негодность полную, потому как с начала того, как был построен дом, они не ремонтировались, в общем-то. У нас проблемы с канализацией были, проблемы с горячим и холодным водоснабжением. Трубы забиваются постоянно и горячего и холодного водоснабжения. То есть люди страдают от этого. Канализация к нам достаточно долгое время текла прямо в подвал». Замена инженерных коммуникаций стоимостью более 4 миллионов рублей для жителей, многие из которых пенсионеры, – непосильная ноша. Но уже в 2017 году здесь будет капремонт. Кроме дома на революционной, он запланирован еще в 1073 домах. Цифра увеличилась благодаря тому, что собираемость взносов повысилась. Сейчас Фонд капитального ремонта формирует и направляет жителям предложения по видам работы и их стоимости. «Мы направляем предложения по видам работ, которые установлены региональной программой и минимальный перечень установлен жилищным кодексом. Это ремонт и замена лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт фасада, замена внутридомовых инженерных систем. То есть основные виды работы по капитальному ремонту». Чтобы капитальный ремонт домов стартовал в срок, фонд настоятельно просит собственников не откладывать вопрос в долгий ящик. А как можно быстрее провести собрание и заполнить протокол, чтобы фонд капремонта смог вынести предложение жителей на торги. При этом эксперты напоминают, что решение общего собрания является правомерным только в том случае, если на нем присутствовало не менее 67% собственников. Мариана Мирная, Григорий Плешаков. События. Сфотографироваться с зеленым медведем и увидеть макет улицы Старозагора из цветов. И все это в одном месте. Прошедший в эти выходные фестиваль цветов оправдал ожидания многих. Более 20 тысяч людей стали его гостями за один день. Фантазией цветоводов удивлялась и Валерия Макарова. Фантазия ландшафтных дизайнеров не знает границ. Из цветов они могут создать и макет вокзала, и улицы Старозагора, даже палитру красок, которую забыл художник. Все эти удивительные клумбы созданы для фестиваля цветов, праздника, на который уже 12-й год собираются тысячи самарцев. Мы пришли просто отдохнуть со всей семьей, потому что в рабочее время как-то не получается. А здесь прекрасные композиции, и можно что-то и купить. Дети повеселились. Обошли не всю выставку, здесь только половина. Скорее всего, еще придем, очень много всего. Программа насыщенная, все здорово, цветы потрясающие. Праздник для горожан – профессиональный конкурс для ландшафтных дизайнеров. В этом году тема «Цветущий город». На суд жюри представили 11 композиций. Победителем стал зеленхоз, который представил сразу несколько клумб с оригинальным оформлением. А вот эта композиция, тоже призер, называется «Немного изящества». Светофор на березе – символ города, в который прорастает природа. Чтобы сфотографироваться в этой белой беседке, выстраивается очередь. Секрет популярности, признаются дизайнеры, в правильно выбранном месте. Выбирали место по дереву. Очень понравилось. Решили его маленько оккультурить. Дерево постригли. Сделали из него большой бонсай, который, в принципе, достаточно серьезно привлекает людей. Люди обращают внимание на это дерево. Настроение этой цветочной феерии еще в самом начале задает костюмированное шествие. Открывает фестиваль глава города Олег Фурсов. Он же был инициатором программы «Цветущая Самара», благодаря которой город по-настоящему расцвел. «Я с удовлетворением хочу сказать, что очень много горожан и предприятий откликнулись на наш призыв. Только количество цветников в этом году было увеличено на 25%, и полтора миллиона цветов было высажено». «Я хочу, чтобы эта программа не заканчивалась, чтобы мы с вами продолжали и набирали темпы в этом году, в следующем, и так все время, чтобы наш город свел». Только по примерным подсчетам на фестиваль цветов пришли больше 20 тысяч гостей и появились участники из других городов. А значит, фестиваль растет. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, События. Уникальность самарской архитектуры – деревянная резьба в стиле барокко. По старым снимкам, молодой самарица восстанавливает необычные украшения на окнах одного из домов в старой части города. Новые элементы архитектуры – точная копия тех, что украшали здания полтора века назад. Как из куска древесины создаются тончайшие узоры, увидела Марина Кравцова. Фасад словно оживает. Будущий реставратор Никита Грицевич примеряет, как будет смотреться деревянная резьба на наличниках. С начала лета юноша шаг за шагом восстанавливает уникальные украшения дома на улице Галактионовской. Буквально по крупицам, по старым фотографиям и с помощью специальной компьютерной программы вместе с наставником делал эскиз будущей резьбы. Нестандартный для деревянной самары. Архитектурные элементы больше похожи на лепнину в стиле барокко. Самая сложная для меня была первая резьба, самая первая деталь, потому что я еще точно не знал, как ее вырезать будем. Для каждой детали нужно свой специфик, свое движение определенное. И потом уже, конечно, дело пошло быстрее. Это не просто прорезная пропильная плоская резьба, которую можно часто встречать на улицах нашего города, а это конкретно объемный рельефная резьба. Работа кропотливая и многоступенчатая. Сначала чертеж переводится на доску, потом электрическим лобзиком выпиливается контур. И начинается самое интересное. Специальными ножами создается рельеф. С ювелирной точностью вырезается каждый завиток, каждый лепесток. Вот такая грубая, необработанная и очень тяжелая липовая доска под умелыми руками мастера превращается вот в такие легкие, невесомые, искусные, очень тонкие элементы с гладкой поверхностью. Ну, настоящее произведение искусства. С материалом Никите помогли родители. Липовую доску привезли из Санкт-Петербурга. Специально делали заготовки без сучков, чтобы добиться идеальной чистоты украшений. Там изначально была липовая доска. То есть можно, в принципе, и по березе было резать, и по дубу резать. Намного сложнее, конечно же. Липы – это намного легче. Всего Никите предстоит создать 10 деталей, по две на каждый из окон дома. Потом покроет их специальным защитным составом. Красить не будет, чтобы видна была фактура дерева. А рельеф сохранил уникальность. Фасад дома в рамках фестиваля восстановления исторической среды ремонтируют инвесторы и горожане. Завершить работы планируют к концу лета. Тогда же дом с полуторавековой историей, когда-то принадлежавший купцу и маловару Когуну, вновь будет радовать прохожих удивительными барочными украшениями из дерева. Марина Красова, Алексей Золотенков. События. А теперь коротко о других темах дня. В Самаре на полевом спуске утонула женщина. Трагедия произошла при большом скоплении людей. По словам очевидцев, компания молодых людей выпивала. Девушка пошла купаться и скрылась под водой. Очевидцы и спасатели вытащили ее на берег, но спасти не смогли. На другом пляже, рядом с базой отдыха, нетрезвый мужчина держал отдыхающих в страхе. Он размахивал травматическим пистолетом, направлял его на окружающих, но к моменту приезда полиции успел скрыться. ДТП под Самарой погибли три человека. Авария произошла на автомагистрали «Центральная» в Волжском районе. Лоб в лоб столкнулись два автомобиля «Лада Калина». Водители, два пассажира одной из машин погибли на месте. Трехлетний ребенок с травмами доставлен в больницу. Пострадали также водитель и пассажир из другого автомобиля. Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах аварии. В Самаре в списке популярных у туристов городов по Волжье. В тройку лидеров помимо нашего города вошли Казань и Нижний Новгород. В города на Волге приезжают в среднем на 2-3 дня. Сутки проживания в Самаре ободуются туристам в среднем в 2,5 тысячи рублей. Фестиваль искусств ко дню рождения художника Ильи Репина пройдет в Самарской области. 5 августа в историко-музейном комплексе в селе Ширяево состоится праздник «Репин навсегда». Гостей ожидает концерт, детские народные забавы. Желающие смогут научиться создавать кукол и рисовать мелками панораму Волги. В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. На регион обрушатся грозы, ливни и шквальный ветер до 22 метров в секунду. В МЧС России по Самарской области предупреждают, что в такую погоду лучше не находиться рядом с деревьями, рекламными щитами и проводами. Водителей просят быть предельно внимательными. Студенты-проводники успевают все и качественный сервис пассажирам в поезде организовать и устроить праздник на привокзальной площади. Члены молодежной организации российские студенческие отряды в минувшие выходные провели танцевально-песенный флешмоб. Андрей Горгуленко заряжался хорошим настроением. Простые движения, яркие улыбки и зажигательная музыка. Танцевальный флешмоб стал приятным сюрпризом для пассажиров и тех, кто пришел их проводить. При этом танцоры не профессионалы, а студенты. Признаются, готовились долго. Репетиции совмещали с работой, но на нехватку времени не жалуются. Жизнь у студента должна быть насыщенной. Ребята во время работы уделяли свое время и специально готовились к этому торжественному мероприятию. Потому что мы студенты молодые, у нас все забавно, весело, интересно. Флешмоб приурочен к наступающему дню железнодорожника. Традиционно в период летних перевозок студенты подрабатывают проводниками в поездах дальнего следования. С каждым годом такая занятость набирает популярность. Если летом десятого года в поездах трудилось две тысячи студентов, то в этом уже в четыре раза больше. Сотрудники железной дороги помощниками довольны. Ребята все в подавляющем большинстве очень ответственные, работают с желанием и серьезных претензий к ним нет. Зарядив зрителей хорошим настроением, студенты-проводники поспешили на планерку. Ведь поезда продолжают ходить и работа не заканчивается. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Хотели как лучше. Самарские дворы поражают своим разнообразием. Здесь и цветущие клумбы, и попытки создать ландшафтный дизайн, и даже проявить креатив. Целые композиции вырастают из старых мягких игрушек, автомобильных шин и других подручных материалов. Правда, не все эти попытки облагородить двор бывают удачными. Например, те же подделки из покрышек. Некоторые пользователи соцсетей назвали «Жек-арт». Что действительно красиво, а что не очень, выяснила Олеся Корецкая. Зайку бросила хозяйка. Подождем остался Зайка. Знакомые всем с детства стихотворения «Агни Барто» подходят сюда как нельзя лучше. Картина типичная для многих дворов. Жители, пытаясь создать уют, идут на такие нестандартные дизайнерские решения. Здесь, на Новосадовой, 212. Игрушки – лишь часть антуража. У песочницы есть даже мягкий уголок. В шутку местные называют его пост охраны. Ну, кресло это мы принесли. С мусорки. Накроем. Они у нас, уже не первый год они у нас, третий год стоят. И все они? Да. Ну, которые сгнили, мы выбросили на помойку. Двор на Пензенской весь в цветах. Недавно получил приз от администрации железнодорожного района. Но и здесь, на деревьях, спрятались плюшевые украшения. Но вот насколько они уместны, тут мнения жителей разделились. Я как-то к этому не очень отношусь. А почему? Ну, они, во-первых, намокают, потом вид у них теряется. У меня кажется, что это на психику детей в негативную сторону будет влиять. Смотрится, как висельник. Здесь в округе их немало, к сожалению. Вот, все-таки в 21 веке живем, как бы не в каменных джунглях. Ну, красиво, пока хорошие они, наверное. А когда уже они станут так, говорим, от солнца они... тогда уберем. Цветущие клумбы, лебеди из покрышек или мягкие игрушки. Главное, что люди неравнодушны к своему двору и пытаются его украсить, говорит ландшафтный дизайнер Ирина Бойничева. Вообще-то, конечно, люди неравнодушны. Это здорово, что они что-то пытаются хоть сделать. У нас в процентах 50, наверное, городских жителей – это дачники, а в душе еще и ландшафтные дизайнеры. Само искусство ландшафтное у нас пока не представлено. Это закрытое искусство, которое существует для избранных. А хотелось бы, чтобы это было повсеместно. Есть надежда, что в будущем ландшафтное искусство проникнет в массы и появится баланс между металлическими мухоморами из тазов, старыми креслами и разноцветными клумбами. Пока ясно одно – в Самаре очень много неравнодушных горожан. И, может, со временем их творческая энергия, направленная в правильное русло, даст свои дизайнерские плоды. Олеся Корецкая, Константин Головин. События. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте! С вами Сергей Кизоркин. И, значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Восьмиклассник Алексей Рядомакин закончил музыкальную школу по классу фортепиано. Сегодня музыка для него только хобби. Недавно доктора поставили ему диагноз – сахарный диабет. Остановить развитие болезни помогает физкультура. Теперь Алексей выбирает, каким видом спорта заняться. Бег, естественно, на турничках подтягиваюсь. Ну и так еще отжимания. Ну и строгантели. У нас во дворе есть площадка как раз для футбола. Там мы с друзьями играем. Неолимпийские игры в лагере «Олимп» – это не только спортивное шоу гимнастов и танцоров для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них это интерактив. Каждый мог приобщиться к физкультуре в командных соревнованиях – батут, ручеек. На трибунах за начинающих паралимпийцев болеют родители и организаторы спортивного праздника. Масса положительных эмоций у них от этого праздника. Потому что здоровый образ жизни, физическая культура – это основная составляющая нашей жизни, нашего образа жизни. Поэтому мы именно с этих лет должны их к этому приучать. И чтобы они знали, что дает здоровый образ жизни, что дает физическая культура. Самарские паралимпийцы без спорта не сидят. Круглый год проходят турниры. Ближайший стартует 29 августа. Финалисты поедут на областную спартакиаду. А неолимпийские игры – своеобразный отбор в районные команды для участия на городском этапе. Для детей это остается в памяти и в желании что-то в своей жизни изменить. И как-то пожить, активно пожить. И порадоваться тому, что может сделать в своей жизни. Даже в игровых моментах дети показывают, на что они способны. И мы уже, в общем-то, присматриваемся, какие дети уже пойдут в спорт. Девиз неолимпийских игр – олимпийский. Главное не победа, главное – участие. Победы к подросткам придут, тренеры знают. Нужно только регулярно заниматься и участвовать в соревнованиях. Примеров хоть отбавляй. Спорт слепых. Пауэрлифтер Виталий Майер. Бронзовый призер чемпионата мира. Спорт глухих. Дюдаистка Людмила Слепышева. Серебряный призер. Сурд олимпийских игр. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова